Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборка советов и хитрости мастеров, которые пригодятся каждому мастеру. Так что присаживайтесь поудобней, а я начну. После монтажа натяжного потолка у меня остался вот такой профиль, а точнее его называют багет. Вроде он больше не нужен, осталось его немного, но выкидывать было все равно жалко, поэтому я немного подумал и нашел ему применение. Для начала отмерил нужную длину и отрезал сколько нужно. Длина может быть у каждого своя, дальше поймете. С краю сделал отверстия, хотя в багетах и так они есть, но оно не совпало с тем отверстием, куда я буду крепить этот багет. А крепить я его буду к стеллажу на болты М6. В стеллаже уже сделаны отверстия в углах, поэтому просто к ним прикрутил. Так как места на стеллаже уже не хватает, разгрузить его поможет как раз таки вот это приспособление, на которое отлично могут вешаться пару моих УШМ. Но кусок профиля остался еще приличный, поэтому я решил и его приспособить. Для этого наделал в нем отверстие и отрезал лишнее. Далее взял пару зарядок и прикрутил их к багету с помощью винтов. Зарядки все разные, поэтому способы крепления у них разные. Одну из моих пришлось разбирать и сверлить дополнительные отверстия для креплений. Ну а далее все по той же схеме, прикручиваем багет с зарядками к стеллажу. Мне показалось удобное место над болгарками. Так как они аккумуляторные и тут же не отходя от кассы их можно будет заряжать. Естественно на багеты можно вешать и другие вещи, например плоскогубцы. Представим ситуацию, когда при ремонте или переделке водопровода мы сначала отрезали трубы и теперь к ним надо припаяться. Но в них осталась вода, а для качественной пайки воду необходимо убрать. Самый простой способ это взять обычный опрыскиватель, например садовый или снять с бутылки от бытовой химии. С помощью него можно выкачать из труб лишнюю воду, хоть на пол, хоть в ведро и продолжить качественную пайку. А для следующего совета возьму вот такой баллончик с аэрозольным клеем Дандил DD6646N, функционал которого можно расширить легко и просто. Для этого понадобится любой желательно пустой баллончик, в колпачок которого вставляется трубочка. Собственно колпачок с пустого баллона снимаем и нехитрыми манипуляциями устанавливаем этот колпачок на аэрозольный клей. У меня подошел легко, но с другими баллонами возможно придется поработать ножичком, но не думаю, что это доставит какие-то сложности. Таким образом мы расширили функционал баллончика и теперь с помощью него можно закачать аэрозольный клей в труднодоступные места. Покажу на примере обоев, которые отошли у потолка и подклеить их удобно только с помощью такого клея и только с трубочкой. Потому что работать у потолка таким баллоном гораздо проще, а результат будет чище, чем с помощью других способов. Вообще давно хотел попробовать такой клей и случайно увидел в магазине именно от бренда Дандил. А это очень известный производитель, который как раз таки специализируется на клеях и силиконовых автогерметиках. И я знаю, что все клеи Дандил выпускаются в США и качеству точно можно доверять. Проверено в деле. И конкретно этот аэрозольный клей DD6646N предназначен для склеивания между собой в любых комбинациях тканей, поролона, войлока, натуральной и искусственной кожи, бумаги, картона, других нетвердых и пористых материалов. Обладает влагостойкостью и устойчивостью к перепадам температур. При ошибочном позиционировании склеиваемых материалов допускает их разъединение и повторное соединение без потери прочности. Ознакомиться с полным каталогом этого производителя вы можете перейдя по ссылке в описании под этим видео. Для следующего совета нам понадобится кусок канализационной трубы, в которой проделаем два отверстия сверху и снизу. Далее эту трубу прикручиваем к стене через эти отверстия, используя длинную насадку на шуруповерт. Получился простой контейнер, в который я помещу вот эти вот шпильки, в которых у меня уже много накопилось разных размеров и толщины. Так как лежали они где-то под верстаком, искать и доставать их было не очень удобно. А если просто прислонить к стене, они постоянно падали. В трубе они никуда не денутся. Также добавил рядом еще маленькую трубу для маленьких остатков шпилек, которые еще сгодятся в хозяйстве. Не спешите выбрасывать кисть с засохшей краской. Попробуем сделать из нее что-то полезное. Для этого с помощью пассатиш снимаем железную пластину вместе с засохшей щетиной. Отколовшийся кусочек от ручки я приклеил обратно суперклеем. Далее нам понадобится вот такой канцелярский зажим, в котором пробиваем отверстие гвоздем или шилом. Берем саморез и прикручиваем зажим к ручке кисти. А далее берем кусок поролона и немного отрезаем. Этот кусочек поролона ставим в зажим и у нас получился вот такой вариант кисти из поролона. Так как поролон зажат в зажиме, то кисть становится многоразовой. Грязный поролон вынимаем и выкидываем, а кисть вешаем. Далее, если понадобится, мы можем отрезать еще поролона и красить снова. Но если вы не хотите допускать того, чтобы кисть высохла, и вы не хотите пользоваться поролоновым вариантом, то давайте изготовим простую самоделку для предотвращения засыхания кисти. Для этого подойдет вот такая баночка от детского питания. В крышке нужно сделать продольное отверстие. Я его сделал вот таким сверлом с Алиэкспресс. Справилось легко. Теперь в это отверстие вставляем кисть. В баночку наливаем растворитель. Вот и все. Теперь при покраске, по завершении работы, просто вставляем кисть в банку и закрываем. Отверстие хоть и не герметично, но растворителем уже не пахнет. И кисть так может храниться до последующего использования. Друзья, вот такая подборочка советов и хитрости сегодня получилась. Я надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное. И если это так, то ставьте лайк этому видео и в комментариях напишите, какой совет или самоделка вам понравилась больше. А если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok